Церемония открытия Стеллы – город трудовой доблести, несмотря на туманное осеннее утро, собрала в Нагорном парке десятки людей. Для многих из них эта история во многом личная. В военные годы, пока одни близкие были на фронте, другие ковали победу в тылу. С 40-го года я голодовал во время войны. Мои старшие братья, они работали уже во время войны. А я маленький, мне полтора годика было. Отец ушел на фронт, а мне есть даже нечего. На Трансмарше он работал всю жизнь, поднимал наш Трансмарш. До последнего, даже уже вышел на пенсию, и все равно он был консультантом до последней своей капли жизни. Дедушка, да? Это, можно сказать, родственник. Мой свекор. Да, это свекор моей сестры. К слову, именно Трансмарш в 40-х изготовил двигатели для танков Т-34. Больше миллиарда патронов выпустил станкостроительный завод. На фронт с Алтая поставляли не только оружие, но и продукты, одежду и обувь. Военные сюжеты сегодня украшают 30-метровую стеллу «Город трудовой доблести». Напомним, это звание указом президента Барнаулу было присвоено в мае прошлого года. Большая работа была проведена для того, чтобы стелла появилась на этом месте, на горном парке города Барнаула. Барнаула огромное количество людей приняло участие в процессе и восстановления исторической памяти, исторической справедливости, признания заслуг барнаульцев. Стоимость объекта обошлась больше, чем 70 миллионов рублей. По проекту московского скульптора Дениса Стритовича подобные стеллы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске и других городах России. Открытие памятного знака в Барнауле совпало с празднованием Дня народного единства. В Нагорном парке торжественно пронесли 89 флагов всех субъектов России. К слову, Барнаул на Алтае пока единственный город трудовой доблести. На такое же звание претендуют еще три – Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. И работа в этом направлении уже началась. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин